Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор диссертации по налоговому праву за 2018 год. И на этот раз будет рассмотрена диссертация из Векова Станислава Сергеевича «Особенности налогового режима при несостоятельности». Ну и традиционно предлагаю сначала рассмотреть актуальность темы, которая была выбрана диссертантом, ну и также немножко поговорить о восприятии. Что касается актуальности, то здесь следует заметить определенные современные тенденции, которые существуют применительно к банкротству, а именно то, что, конечно, наблюдается рост, банкротств и сохраняется тенденция к росту числа банкротств лиц организаций. Ну, конечно же, это объясняется прежде всего негативной экономической ситуацией, когда налогоплательщик не в состоянии исполнять свои обязательства как по гражданско-правовым отношениям, так и в рамках налоговых отношений. Второй аспект, на который следует обратить внимание, что, ну, наверное, за последние 3-4 года значительно возросла роль налоговых органов в делах о банкротстве. Это объясняется тем, что нередко банкротство, процедура банкротства использовалась как способ ухода от уплаты налогов. Ну, использовалась в качестве прекращения обязательств по налогам. И для того, чтобы как-то переломить эту ситуацию, государство начало, что называется, действовать по нескольким направлениям. Это и общая активизация деятельности налоговых органов, это и внесение определенных изменений в законодательство. Ну и, кстати, здесь следует обратить внимание на определенную судебную практику. Вообще, науктуальность также указывает то, что все чаще и чаще определенные налоговые аспекты, которые возникают в рамках дела о банкротстве, становятся предметом рассмотрения высших судов. Так, Верховный суд за последние несколько лет рассмотрел несколько дел, в которых был сформулирован подход, общий подход о налогоблажении организации, которые находятся в процедуре банкротства. И здесь в качестве примеров можно привести дела Бюро турбонагнетателей, Неманский целлюлозно-бумажный комбинат, а также последнее дело, такое актуальное, 2018 года, кстати, это дело Центральное ТЭЦ. Поэтому здесь, безусловно, следует заметить, что тема выбрана очень правильно, и она, безусловно, актуальна. Что касается восприятия работы, то восприятие на самом деле неоднозначное. Среди хороших сторон работы я бы хотел обратить внимание на то, что, по моему мнению, там достаточно четко обозначены те проблемы, которые возникают в рамках дела о банкротстве. Ну, естественно, налоговые проблемы. Что касается определенных недостатков именно в рамках восприятия, то, во-первых, на мой взгляд, стиль изложения мог бы не то чтобы быть лучше, но, скажем так, четче. То есть автор мог бы несколько четче излагать те идеи, которые он пытался донести до автора. У меня же сложилось впечатление, что все-таки идет, ну, скажем так, определенный разрыв мыслей и идеи автора. То есть автор сначала начинает раскрывать одну мысль-идею, потом переходит к другой, а затем возвращается к предыдущей идее. То есть не создается какой-то целостности восприятия и целостности раскрытия той либо иной проблемы. Более того, там в одном из, скажем так, эпизодов, я, например, вообще сначала не понял, для чего автор в абзаце там упоминает, определенные обстоятельства, и лишь через несколько страниц я понял, для чего, в общем-то, там был этот абзац. Вот, поэтому, повторюсь, на мой взгляд, работа могла бы быть лучше, если бы стиль изложения был несколько иным. Но в данном случае это, конечно же, такая субъективная оценка. А вот на что я бы все-таки действительно хотел обратить внимание в качестве недостатка, это то, что не очень, скажем, тщательно прорабатывались, проработаны автором те изменения, которые предлагаются внести в налоговое законодательство. Но об этом я еще скажу при рассмотрении конкретных недостатков работы. Итак, сначала хотелось бы начать с интересных положений, которые имеются в работе. Ну, на мой взгляд, одной из лучших составляющих в этой работе является часть, ну, самая начальная часть работы, которая посвящена роли государства в делах о банкротстве. И в данном случае автор рассматривает различные концепции, которые сложились применительно к роли государства. И здесь выделяются прежде всего две концепции. Первая концепция – это так называемая концепция невольного кредитора, которая означает, что у государства нет возможности выбирать должника. И в этой связи данная концепция предполагает, что у государства должна быть приоритетная роль, приоритетная возможность перед другими должниками на получение средств в счет погашения задолженности перед государством. Вторая концепция предполагает, точнее, то, что у государства не должно быть приоритета перед другими должниками. Это обусловлено тем, что у государства, в отличие от других должников, есть достаточно эффективные средства уменьшить те негативные последствия, которые связаны с банкротством должника. А именно, это то, что государство вполне оперативно может восполнить те потери, которые возникают у него в результате банкротства. Ну, это может быть и увеличение налогового времени, да, увеличение налогового времени, то есть за счет других налогоплательщиков можно достаточно оперативно заполнить бюджет. Кроме того, указывается на то, что отказ от приоритета государства позволит другим кредиторам получить какие-то средства, а значит и сохранить свою экономическую стабильность. А это в том числе выгодно и для государства, поскольку эти частные кредиторы будут продолжать уплачивать налоги. Здесь автор, на самом деле, на мой взгляд, как я понимаю, придерживается некой срединной позиции, поскольку, с одной стороны, автор исходит из того, что не надо устанавливать абсолютного приоритета государства перед другими кредиторами в рамках процедур банкротства, но, с другой стороны, нельзя и полностью отказываться от определенных привилегий, которые могут предоставляться государству в рамках процедуры банкротства. Следующее интересное положение связано в работе с правами залоговых кредиторов. Автор обращает внимание, что в настоящий момент существующее регулирование не предоставляет государству, в том числе в лице налоговых органов, прав залогового кредитора, даже в том случае, если залог оформлялся между налоговым органом и налогоплательщиком. Автор считает это, в общем-то, необоснованным и в качестве примера приводит опыт зарубежных стран. Вообще следует заметить, что это действительно актуальная тема, и регулярно вопрос о предоставлении прав залогового кредитора налоговым органам поднимается, в том числе на законодательном уровне. Так, например, в 2016 году был подготовлен законопроект, связанный с предоставлением прав залогового кредитора налоговым органам. Кроме того, в 2018 году также поднимался вопрос о предоставлении прав залогового кредитора налоговым органам в ситуации, когда налагается арест на имущество должника. То есть фактически предлагалось предоставлять право залогового кредитора без залога. То есть, как видим, достаточно актуальная тема, и, безусловно, интересно посмотреть взгляд автора на данную проблему. Следующая интересная проблема, которая поднимается автором, это роль Федеральной налоговой службы и ее органов в делах о банкротстве. А именно, автор обращает внимание на то, что в настоящий момент налоговые органы представляют интересы государства не по всем обязательным платежам. То есть, приходится привлекать к процедуре банкротства и другие госорганы. Ну и действительно, эта проблема интересна, потому что, конечно же, с точки зрения удобства и администрирования, и экономии, процессуальной экономии, экономии временных и трудовых ресурсов, конечно, было бы более правильно, чтобы ФНС представляла интересы государства по всем обязательным платежам. Ну и также автор ставит различные проблемы, которые возникают в рамках процедуры банкротства. Это и вопросы, связанные с очередностью взыскания штрафов, и вопросы, связанные с обложением деятельности банкротов. Ну вот, кстати, на данную проблему я бы также хотел обратить внимание, потому что практика Верховного суда, о которой я говорил в самом начале, прежде всего касалась того, каким образом облагать деятельность лица банкрота, который продолжает осуществлять свою деятельность. И эта проблема, она была затронута и в делах Неманский целлюлозно-бумажный комбинат, и в деле бюро турбонагнетателей, а также в деле ТЭЦ. Вообще, все эти дела я рассматривал на канале, поэтому, кому интересно, можете обратить на эти дела внимание. Ну и кроме того, в работе также поднимается проблема исполнения организациями банкротами обязанностей налоговых агентов. Теперь переходим к достаточно спорным положениям, которые существуют в работе. И первое спорное положение, оно связано с порядком обложения операций лица, находящегося в процедуре банкротства, обложением НДС. В данном случае автор предлагает следующее решение этой проблемы. Им предлагается установить правило, что от НДС освобождаются операции лица, находящегося в процедуре банкротства, операции по реализации товаров, работы, услуг, в том случае, если средства от реализации, они направляются на погашение требований реестровых кредиторов. И на самом деле мне это предложение абсолютно непонятно. Во-первых, непонятно, о каких именно операциях идет речь. То есть, когда эти операции должны были произойти. Ну, если речь идет об операциях, которые произошли после процедуры банкротства, то, если следовать позиции Верховного суда, с которой вроде бы как и согласен сам автор, то такого рода операции они должны облагаться НДС, поскольку Верховный суд исходит из того, что сама по себе процедура банкротства не должна предоставлять налогоплательщикам каких-то конкурентных преимуществ, а именно не обложение операции по НДС, перед другими налогоплательщиками, которые не находятся в рамках процедуры банкротства. Ну, это означает, что речь может идти только об операциях, которые произошли до возбуждения процедуры банкротства. Но в отношении этих операций должны были бы следовать и применяться общее положение главы 21-й налогового кодекса. Если такие операции должны были облагаться НДС, то, значит, они и должны были облагаться НДС, и оснований для пересмотра каких-то обязательств по ним в общем-то нет. Во-вторых, также непонятно, как относится автор и что вообще делать с вычетами по НДС, которые, ну, точнее, с входным НДС, который предъявлялся налогоплательщику, который находится в процедуре банкротства, и который, соответственно, приобретал товар, работа, услуги на осуществление тех операций, которые им производятся. В общем, этот вопрос также не затрагивается автором в его предложении. Еще один аспект, на который бы я хотел обратить внимание, это следующее, то, что автор в своей работе при рассмотрении данной проблемы обложения НДС операций банкрота упоминает письмо ФНС России, и он совершенно правильно это делает, но автор почему-то не указывает на то, что данное письмо было предметом рассмотрения Верховного Суда, то есть заявители пытались оспорить положение данного письма. И, безусловно, данный факт он важен, и он должен был бы быть отражен в работе. Здесь следует заметить, что решение Верховного Суда по данному делу, оно было принято в марте 2018 года, и у автора была возможность учесть данное письмо и отразить его, ну, хотя бы в списке судебных актов. Я в списке, в общем-то, не нашел данный судебный акт. А имелась возможность у автора отразить данный судебный акт, поскольку в работе используется материал, к которому обращался в всяком случае автор, где-то в мае 2018 года. Вот, и почему, собственно говоря, важное решение Верховного Суда не отражено, в работе непонятно. Следующий аспект, на который я бы хотел обратить внимание, это проблема залога. На мой взгляд, здесь тоже достаточно много спорных положений, которые формулирует автор. Во-первых, автор затрагивает такую тему и такую проблему, как модификация налоговых отношений. И в данном случае автор считает, что в рамках отношений залога в ситуации банкротства может происходить модификация налоговых отношений в смысле того, что вообще в классическом виде налоговое обязательство либо обязанность она должна исполняться в денежной форме, но если имелся залог, то возможна модификация налоговой обязанности в том случае, если за кредитором, в данном случае налоговым органом оставляется предмет залога. То есть денежная форма преобразуется, модифицируется в некую натуральную форму. Но здесь есть определенные проблемы. Во-первых, автор сам указывает на то, что у налогового органа нет прав залогового кредитора. И возможно, конечно, когда автор говорил об этом, о возможности модификации налоговых отношений, автор имел в виду, что есть такой опыт в зарубежных странах. Но насколько этот опыт в полной мере может переноситься на российскую действительность? Во всяком случае, насколько вообще нужно оставлять предмет залога налоговому органу? Дело в том, что вообще налоговому органу имущество как таковое неинтересно. Налоговому органу интересно получить денежные средства и пополнить бюджет. Поэтому сама по себе классическая возможность оставления залога за кредитором, которое предусмотрено и в гражданско-правовых отношениях, для налоговых отношений, на мой взгляд, она не очень подходит. Кроме того, здесь есть проблема, которая существует применительно именно к налоговой системе России, а именно то, что спецификой налоговой системы России является ее многоуровневость. И означает она то, что существуют федеральные, региональные и местные налоги. И возникает вопрос в том случае, если залог оформлялся в связи с обязательствами по налогу, который может одновременно идти как в региональный бюджет, так и в федеральный. Это вполне возможно, например, применительно к налогу на прибыль. то возникает вопрос, как в общем бюджеты будут делить имущество, которое было оставлено за кредитором, залоговое имущество. Поэтому, на мой взгляд, применительно к российской действительности вот такая модификация исполнения налогового обязательства с денежной в натуральную форму, она, во-первых, не отсутствует в действительности, а, во-вторых, внедрять ее в российскую действительность не имеет смысла. Следующий аспект, спорный аспект, это определение обязательных платежей в банкротстве. Автор указывает на то, что в связи с тем, что налоговый кодекс стал регулировать страховые взносы, то необходимо внести определенные изменения в статью вторую закона о банкротстве, в котором имеется определение обязательных платежей. Ну, это определение, оно дается путем перечисления соответствующих обязательных платежей, и автор считает, что необходимо переформулировать данное определение и исключить взносы в качестве некоторого самостоятельного платежа. Но на самом деле вот это предложение, оно выглядит достаточно странным. то есть здесь еще уточню, автор говорит о том, что в статье второй закона о банкротстве нет необходимости обособления взносов в качестве некоего самостоятельного платежа, обязательного платежа. Но на самом деле это несколько противоречит той логике, которую вкладывал законодатель, вводя новое регулирование страховых взносов в налоговый кодекс. В статье 8 налогового кодекса законодатель специально ввел отдельный пункт, посвященный страховым взносом. То есть законодатель подразумевает, что существуют в качестве самостоятельных обязательных платежей налоги, существуют сборы и существуют страховые взносы. Поэтому если следовать логике, которая отражена законодателем в налоговом кодексе, то необходимо напротив в статье второй закона о банкротстве обособить и прямо прописать страховые взносы в качестве обязательных платежей. Кроме того, здесь следует обратить внимание, что в законе о банкротстве термин взносы на самом деле используется не как какой-то обособленный вид обязательных платежей, а как некое обобщающее понятие. законодатель перечисляет налоги, сборы, а также говорит об иных взносах. То есть это некое обобщающее понятие. Поэтому, на мой взгляд, в статье второй закона о банкротстве речи нет об обособлении взносов как в качестве точнее какого-то самостоятельного понятия, самостоятельного обязательного платежа. Так, ну и следующее спорное положение в работе, оно связано с рассуждениями автора по поводу поручительства в банкротстве. Во-первых, автор указывает на то, что исходя из содержания статьи 74 Налогового кодекса, можно сделать парадоксальный вывод, ну это выражение самого автора, по поводу того, что поручитель при исполнении обязательств за налогоплательщика может требовать с налогоплательщика налоги, но уже в свою пользу, что в общем-то противоречит природе налогов, которые должны уплачиваться именно в бюджет. Ну, на самом деле непонятно, откуда такой вывод должен следовать, потому что очевидно, что поручитель требует не налоги, а ту сумму, которая была им уплачена в бюджет в счет исполнения обязательств налогоплательщика. И в данном случае отношения между налогоплательщиком и поручителем по взысканию соответствующих сумм носят исключительно гражданский правовой характер и никаких налоговых отношений между ними не возникает. Более того, я не слышал в практике, на практике, что возникают какие-то проблемы применительно к квалификации соответствующих отношений между поручителем и налогоплательщиком. Здесь вполне все понятно, что это именно гражданские правовые отношения. Поэтому ту проблему, которую видит автор применительно к ситуации взыскания поручителем с налогоплательщика сумм, на мой взгляд, эта проблема несколько надумана. Но здесь есть более интересный аспект. Так, автор считает, что в статью 74 налогового кодекса необходимо внести изменения, которые бы четко квалифицировали отношения между поручителем и налогоплательщиком в качестве отношений по займу. Причем займ должен быть беспроцентным. И эти изменения автор мотивирует тем, что в законе о банкротстве, а именно в статье 156 налогового кодекса, как раз установлено такое регулирование. Но на самом деле то, что в законе о банкротстве есть такое регулирование, это не означает, что необходимо в статью 74 переносить данное регулирование. Дело в том, что вообще целью закона о банкротстве является, во-первых, цель это как можно полное погашение задолженности должника перед кредиторами, ну и вторая цель это то, что необходимо минимизировать случаи, когда задолженность у должника увеличивается в рамках процедуры банкротства. В этой связи как раз и было установлено такое регулирование, что в определенных случаях при погашении задолженности должника банкрота третьими лицами возникают отношения именно без процентного займа. но устанавливать такое же правило в статье 74 нет смысла и не надо, поскольку здесь нет тех обстоятельств, которые есть в рамках процедуры банкротства. Другой аспект, на который я также хотел обратить внимание, что это предложение об установлении в рамках отношений поручительства, что отношения между налогоплательщиком и поручителем должны рассматриваться в качестве беспроцентного займа, это предложение было высказано автором в начале работы в положениях о защите, а также в тексте работы. Но здесь, что интересно, на странице 207 автор уже ничего не говорит о беспроцентном займе. На это я тоже обращаю внимание. То есть в положениях о защите и в тексте одно, в проекте внесения изменений в налоговый кодекс уже несколько иное предложение. Так, что касается оформления, то здесь, конечно, есть серьезные недостатки. Первый недостаток это значительное количество описок, ошибок, которые встречаются в тексте. То есть есть какие-то пропуски, есть какие-то лишние буквы, слова, ну и опять же тоже самое запятых есть, где они не ставятся, хотя должны ставиться, а есть, где напротив лишние запятые. Вообще, я в своем таком обобщающем материале по поводу проблем, о проблемах диссертации говорил, что очень важно вычитывать работу, поскольку у тех, кто читает и которые видят большое количество ошибок, ошибок может складываться негативное отношение вообще ко всей работе. То есть может складываться такое мнение, что если автор не может нормально написать без ошибок, то и в общем нормальную работу он не может написать. На самом деле здесь никакой связи нет и большое количество ошибок даже не говорит о каких-то проблемах с грамотностью у автора, а просто говорит о том, что автор не вычитал работу. Поскольку когда пишется большая работа, то ошибки безусловно встречаются, но их нужно стараться вычитывать. Ну и опять же в своем семинаре о проблемах с диссертационными работами я говорил, что важно даже отдавать работу для прочтения третьим лицам именно с целью обнаружения как можно большего числа ошибок, описок, недописок. Следующая проблема, которая встречается в работе, это оформление ссылок на электронные ресурсы. Автор на странице, которую вы видите, в общем, в должной мере, на мой взгляд, не оформляет ссылки, поскольку просто указывает электронный адрес, где располагается тот источник, к которому он обращался. То есть не указывает сайт, а, например, на странице 78 даже не указывает дату обращения. Но в чем здесь проблема? Проблема в том, что ссылки, во-первых, на которые ссылается автор, они не рабочие, то есть я их копировал, вставлял в браузер, в адресное окно браузера, и они не открывались. И если бы автор указал какие-то другие исходные данные, то можно было бы попробовать найти эти источники, но такой возможности нет, поскольку автор, повторюсь, ненадлежащим образом оформляет такие ссылки. Следующая проблема – это длинные предложения. Их немного, на самом деле, но я в целом обращаю внимание, что когда предложение содержит больше 20-25 слов, то оно сложно воспринимается, а значит, сложно воспринимается та мысль, которую хотел донести автор до читателя. И нельзя исключать, что в таком длинном предложении была какая-то важная мысль. И конечно, когда предложение в 55 слов, а где-то и в 139 слов, то такие предложения воспринимаются сложно и в принципе очень сложно воспринимается та идея, которую хотел изложить автор. Поэтому обратите внимание. Ну и следующая проблема это оформление ссылок на российскую газету. На мой взгляд, вообще использование такого сокращения как РГ неправильно, поскольку не всем может быть понятно, что под РГ понимается российская газета. А здесь важно на самом деле при оформлении ссылок, чтобы при любом оформлении, при любом способе оформления читатель понимал, о каком источнике идет речь. Так, что касается перспективных тем, то на странице 119 автор указывает на то, что есть значительное число проблем, которые возникают применительно к налогоплательщику банкроту в рамках налога на прибыль. Но при этом автор в общем-то не раскрывает эти проблемы. Кстати, на мой взгляд, это недостаток работы, поскольку исходя из темы диссертации автор должен был рассмотреть и проблемы, связанные с налогом на прибыль. Но в данном случае вот этот недостаток может использовать, могут использовать в свою, что называется, пользу будущие соискатели ученых степеней, поскольку могут раскрыть эту тему в своих диссертационных работах. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...